здесь находятся остатки отряда шторм 5 бригады первого корпуса 8 армии штатная численность была 161 человек я командир отряда шторм Юрий Николаевич получил былую задачу выход на позицию в поселок Водяново в ходе шторма в ходе шторма было выявлено что достаточно трудно было вести наступление на данном участке поскольку противников абсолютно пристрелили все точки в итоге наше руководство приняло решение на пулеметы на минометы на танки мы сидели под открытым огнем минометов артиллерии 14 суток значит понесли огромные потери 304 человека 300 22 человека 200 командир роты наш погиб значит было принято решение дойти до штаба армии где мы узнали о том что нам планируется эвакуация начали планировать эвакуации замкомандиры бригады полковник Иванов Илья Владимирович всячески пытается вскрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов в плане штормов против нас выставили за град отряды и не упускали не упускали с позиций сейчас они дают выйти вообще никуда нам нас угрожает уничтожить по отдельности и командиру подразделений нам грозит огромная опасность мы обращаемся к лихону главнокомандующей просим помочь нам в этом в этой непростой ситуации мой отряд свою задачу выполнили мы 14 дней держали в виде фронта протяженности 1 километр все остальные заходили туда и просто убегали мы 14 дней сидели и не уходили со своих позиций ребята если есть что добавить добавляйте я добавлю я майор Раков Николай Викторович добавить добавляйте я добавлю я майор Раков Николай Викторович мобилизованный 10-4 лосковая часть города Калининграда меня прикомандировали отряду что данной бригады я не знаю что бригада из себя это представляет руководство я не видел официального руководства официальных приказов не видел изначально в первом вступлении в отряд шторм который размещался в поселке Стыло я заметил что командование якобы такое командование которое не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецкой были с них совершались поборы поборы денежные поборы если эти деньги не сдавались то людям обещали сразу кинуть куда-то на передок это происходило систематически людей из госпиталей раненых которых ложили в госпиталь через три дня в ходе этих боев выписывали не оказав никакую медицинскую помощь не вытащив осколки и обратно отправляли на передний край и брали еще 20 тысяч и брали деньги брали деньги еще с них 20 тысяч на раненых смысл в том что я считаю что руководство здесь 5 этой бригады которые ни разу не видел приступ в полной составе я считаю что она преступна это преступная группировка это преступная группировка другим здесь вариантов нет правда она должна восторжить и получается до сих пор еще в учебке в грани кому здесь вообще нас нету получается так вот он говорит за пол 104 я говорю за всех мы все одинаково люди без документов без военных билетов без всего без соцзащиты без соцзащиты брошены в окопы как бомжи брошены в которых нету элементарных документов нету военных билетов нету ничего ничего статус их я не знаю какими правовыми актами определён в данном подразделении но это преступно и приказы преступные приказы преступные это подтвердил сам куратор который якобы передавал вам нам приказы он также засветился на украинских сайтах его запилинговали по его радиосвязь как он передавал приказ на группе за заград заград своему отряду то есть люди боялись там смерти и впереди тоже себе сидели под открытым огнем минометом круглыми сутками круглыми словами расстрелом мы даже не знаем кто это такой он отношение к отряду не имеет значит получал приказы по радиостанции это его новый ливадимович и дальше эти приказы распространялись от иван кевич и дмитрия как который давал давал вот эти вот преступные приказы когда вы при свидетелях опросили его сидя блин даже на 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 это на позиции он согласился до приказы потому что нас просто-напросто баранили там нас хотели уничтожить помимо того что мы мы там выжили до за 14 дней вот это наш остаток остаток нашего отряда так нас еще на выходе хотят уничтожить как свидетели 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 халатного абсолютно халатного преступного руководства бригад не выводя никакого содействия чтобы сохранить жизнь хотя бы остатку отряда не было никакого боевого приказа на подразделение какой регансировки никакой регансировки ничего не ведение ведение руководством боевых действий велось из рук в руки кто хотел тот руководил я не знаю кто но эти люди командовали по рации выходить людям на шторм и на штурм на непонятный необоснованный штурм и это делали 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 многие личности многие личности это будет все сказано следственном комитете большинство из тех кто здесь находится продержали здесь 14 суток это село водяное село водяное под донецком там где сейчас наши сми говорят о том что мы наступаем и наступаем успешно на самом деле это не совсем так идут очень очень большие потери